Мини-парк вместо барака. Сегодня в селе Голицыно торжественно открыли новый сквер. В Сочи на 21 год осуждена семья закладчиков наркотиков. Задержать распространителей дурмана из Пермского края помог местный житель. Всемирно известный цирк Филатовых в Сочи. Артисты с мировыми именами привезли новую сказочную историю. Сочинскую елку украсили игрушки от лучших кукольников России. Увидеть ее можно в Зимнем театре, где сейчас проходит зимний музыкальный марафон. Накануне в День Конституции о правовых ценностях говорили в администрации Краснодарского края. В Немин Кондрате встретился с членами регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека. Наши коллеги из Краснодара наблюдались за откровенным диалогом правозащитников и губернатора. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе создавался как площадка для открытого диалога между людьми и властью. В состав входят социальные активисты, лидеры мнений, руководители некоммерческих организаций. Все те, кто стоит на передовой в отстаивании интересов жителей края. Символично, что встреча проходит именно в День Конституции, главного правового документа страны. Конституция – это договор, это соглашение между обществом и государством, которое мы просто должны соблюдать. Это основной, главный закон нашей страны. Особный, особый нормативный правовой акт, который обладает, конечно, высшей реческой силой. У нас настоящая Конституция. Она по-настоящему защищает права и свободы граждан. Конкретного человека. Она максимально создает такие экономические основы общества, да политические, да и правые, которые позволяют и будут позволять нашему обществу гармонично развиваться. И насколько она работает в жизни, отвечаем мы с вами вместе, Олеги. И я, и вы. И все, кому неравнодушно будущее нашего края, конечно, нашей страны. Подобные встречи всегда проходят в открытой и свободной форме. Незапретных тем для обсуждений между правозащитниками и главой региона не существует. Ольга Малахова, руководитель общественного центра правовой и социальной защиты населения, рассказывает губернатору, как организовывался народный контроль в ходе выборов. У людей есть запрос на открытость в процессе голосования. И они сами готовы ее обеспечивать. Осознают те проблемы, которые сейчас существуют и начинают максимально активно участвовать в этом процессе. Другое дело, что они не всегда готовы правильно и адекватно заявлять свои требования. Ровно так же, как далеко не всегда территориальные избирательные комиссии готовы так же понимать мотивацию этих людей. Вот здесь и роль Совета для того, чтобы найти золотую середину, когда каждый мог бы реализовать одни законодательства Российской Федерации, а другие, собственно говоря, свои права. Я с вами абсолютно согласен на этот принцип, что кто не с нами, тот против нас, или кто не с нами, тот враг. Он сегодня неприемлем. Это не значит, что если человек с чем-то не согласен, то изначально его надо записывать в список врагов. А услышите, может быть, там есть конструктивное зерно. Каждому, кто хочет быть активным, надо дать возможность стать активным. Каждому члену общества, который хочет принять участие в формировании общества или повлиять на какие-то процессы, в том числе избирательные, нужно дать возможность. Тогда мы будем гармоничным обществом. Я сам не понимаю чиновников, которые закрывают двери перед избирателями. Не может так быть. А вот в общественной палате Краснодарского края опросили людей и выяснили, что больше всего волнуют жители региона. Соответствующий доклад о состоянии гражданского общества пообещали передать Вениамину Кондратьеву. Кубанцев волнуют инфраструктурные проекты власти по развитию именно инфраструктуры. Там, конечно, дороги, там ЖКХ, там фонд капитального ремонта. Чтобы держать руку на пульсе даже в самых небольших населенных пунктах, общественные советы открываются в каждом районе Кубани. Однако для эффективной работы необходимо усиливать роль муниципальных отделений. Для этого нужно избавить их от давления местных властей, чтобы без препятствий сообщать о всех существующих проблемах. Мы главу муниципальных образований говорим, не надо возглавлять советы при себе общественные. Такое было сплошь и рядом. Глава создает совет, сам себя назначает председателем, его вводит туда чиновников. Мы приезжаем, а там одни муниципальные служащие в этом совете. Вводите общественников, неудобных, как вы это сделали в свое время, в состав совета, введя людей с мидинга буквально. Все это в конечном счете должно вызывать ощущение гордости за свою страну. Не потому, что так модно, а потому, что ты действительно так считаешь. Члены Совета по правам человека в день Конституции пришли с триколором на груди. Отойдя от протокола, Вениамин Кондратьев тоже надел ленту с российским флагом. В конце встречи Вениамин Кондратьев подытожил, что сегодня очень важно создать все условия, чтобы жители края участвовали в решении любых волнующих их проблем. Концепция все-таки должна первичная быть, развитие самого общества, гармоничного общества. А если мы сможем грамотно развить само гражданское общество, каждого члена этого общества, гражданина, тогда их защищать-то права будут не от кого, потому что общество будет по-настоящему гармоничным. Вот в чем момент. И никакая стратегия защиты прав человека уже не потребуется. Приоритет надо расставить. А приоритет именно в этом, в создании гармоничного гражданского общества. На Кубани самое большое число некоммерческих организаций в Южном федеральном округе – 6,5 тысяч, что само по себе говорит об активной гражданской позиции жителей региона. И сегодня на заседании договорились в следующем году провести в Крае гражданский форум. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Они создают приюты для бездомных животных, помогают пожилым людям и ликвидируют последствия ЧС. По зову сердца. В Краснодаре сегодня чествовали волонтеров. Во дворце спорта «Олимп» прошла церемония закрытия года добровольца. Участие в торжественном мероприятии принял Вениамин Кондратьев. Губернатор поблагодарил всех, кто бескорыстно приходит на помощь другим людям. Волонтерское движение у нас самое сильное не только в России, во всем мире. И вы, волонтеры, самые лучшие, потому что вы блестяще проявили себя на Чемпионате мира по футболу этим летом. Вы пришли первыми на помощь пострадавшим в результате наводнения в нашем крае. Волонтерство, желание быть полезным обществу, другим людям у вас в крови. Вы никогда, никогда не измените этому пути и зову своего сердца, потому что не сможете изменить сами себе. Спасибо вам за это, друзья. Сколько бы ни было лет, внутри это все молодые, энергичные, очень амбициозные люди. И вы знаете, вот как сказал наш президент, год волонтер, конечно, заканчивается. Но волонтерство продолжается и будет продолжаться на Кубани, потому что желание прийти на помощь ближнему, помочь тому, кто рядом, милосердие, сострадание, человеколюбие, неотъемлемая часть характера жителей нашего края. Из рук главы региона активисты получили награды за вклад в развитие добровольческого движения края. На праздник тех, кому не все равно, приехали две тысячи человек со всей Кубани. Также волонтеры на выставке представили свои благотворительные проекты. По зову сердца, в том числе сочинских волонтеров, в городе стало больше еще на один сквер. Сегодня в селе Голицыно торжественно открыли новый мини-парк. Барабанная дробь и аплодисменты от жителей села и всех, кто принимал активное участие в обустройстве новой зоны досуга. А желающих создать на месте старого аварийного барака спортивную и детскую площадки было много. И общественники, и предприниматели, студенты, волонтеры, депутаты и местные власти. Мы строим в городе за бюджетные деньги четыре сквера. Это построили уже сквер, если кто был в микрорайоне КСМ. Совсем скоро в Адлерском районе, в Блиново. На той неделе мы откроем еще одну площадку, вернее сквер, который идет через практически все Блиново. Это новый парк. Мы в этом году запускаем и в микрорайоне Мацеста. Но это все за бюджетные деньги. А здесь деньги предпринимателей, деньги людей, меценатов. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, навечно вписаны в этот монумент. Сами же активисты сегодня получили благодарственные письма и грамоты от мэрии и депутатов. Среди тех, кто активно участвовал в работе, и Руслан Корян. Очень дружное село. Все помогали, все могли. Что сказать? Результат налицо, что получилось. Думаю, все получилось здорово и хорошо. А название скверу «Дружба». Все потому, что на этой площадке будут собираться жители сел Лесной и Голицына. А это порядка двух тысяч человек. Здесь даже две каменные стелы установили, на которых написана история сел, образовавшихся еще в начале 19 века. Сам мини-парк можно разделить на несколько зон. Для детей, качели и карусели для атлетов установлен турнир для воркаута и площадка, где теперь будут проходить турниры по волейболу. Это как новогодний подарок от мэра нам. Мы очень благодарны ему. Подарил хороший мяч. Мы будем играть здесь в волейбол. Мы играли обычно в футбол на школьной площадке, но там поле очень маленькое. А здесь оно как бы получше. И не будем теперь мешать школьному охраннику. Кстати, эту площадку будут использовать не только для занятий спортом, но и для проведения школьных торжественных мероприятий. Кроме того, этот сквер может со временем стать не только местом досуга сельчан, но и туристов, потому что он расположен как раз по пути к двум знаковым объектам города – Скайпарку и Троице-Георгиевскому женскому монастырю. В Сочи при обрушении барака пострадали двое мужчин. Спасатели эвакуировали их из-под обвалившегося здания. На улице Цурюпы рухнула часть нежилого барака. Под завалом оказались мужчины, которые демонтировали строение. Звонок в МЧС поступил в 12.30 от диспетчера скорой помощи. Спасатели на носилках транспортировали мужчин из разрушенного здания к машине. По предварительному диагнозу у 40-летнего жителя Нижегородской области закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы ног. Второй пострадавший, 25-летний житель станицы Староминская, также получил закрытую черепно-мозговую, травмы позвоночника и ног. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 14 декабря в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем 9, 11 градусов выше нуля. В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная 6. Салон-магазин Куранта объявляет о новогодних скидках на брендовые часы и Швейцарии, Японии, России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань» – Рождественский базар. Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия, аксессуары. С 20 по 23 декабря. Жемчужина. Вход свободный. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. Часовой салон-магазин Куранты. Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. Второй этаж. 8-918-3243. В Сочи вынесен приговор двум распространителям наркотиков. Виновными признаны два жителя Пермского края. Задержать распространителей наркотиков помог местный житель. Мужчина сообщил в дежурную часть УВД, что возле его дома мужчина и женщина прячут в кустах полимерные пакетики. На место сразу выехали сотрудники полиции и задержали парочку в момент совершения закладок. Установлено, что жители Пермского края приехали в город Курош с целью распространения наркотических средств путем тайных закладок. В ходе обыска у них изъято более полукилограмма наркотиков различных видов. В ходе следствия установлена причастность задержанных в совершении аналогичного преступления на территории города. «Хотелось бы поблагодарить отдельно нашего участкового Роберта Кургиняна. Так как он отреагировал быстро и занялся этим делом. Он провел эту работу добросовестно. И человек понес наказание нормальное. Я думаю, другим это будет примером». В итоге 38-летняя женщина и 32-летний мужчина, приехавшие из Пермского края, по решению суда приговорены к лишению свободы сроком на 9 и 12 лет. Рекордный межсезонный автотрафик зафиксирован на российско-абхазской границе. В отдельные дни ноября он почти на четверть превысил показатели прошлого года и достиг ежесуточного максимума в 6300 транспортных средств. В то время как в прошлом году в дни пиковых нагрузок он достигал 5,5 тысяч автомобилей в сутки. Относительно пассажирского потока наблюдается незначительный рост с тенденцией к увеличению. Сейчас он составляет порядка 22 тысяч граждан, ежесуточно пересекающих российско-абхазскую границу в обе стороны. Среднее увеличение в сравнении с прошлым годом составляет около 3%. Традиционная наибольшая концентрация потоков отмечается в пиковые периоды утренних и вечерних часов. Учитывая данный фактор, специалисты пограничного контроля краевого погрануправления максимально задействовали имеющуюся инфраструктуру пункта пропуска. Для оформления на въезд в Россию и выезд за рубеж применяются все кабины паспортного контроля. Для разгрузки встречных направлений используются специализированные полосы, предназначенные для оформления определенных транспортных средств, в частности грузовых и автобусов. При планировании зарубежной поездки пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю рекомендует учитывать, что в пункте пропуска на ПСО наибольшая концентрация потоков наблюдается в утренние часы с 8 до 11 и в вечернее время с 16 до 19 часов. При возникновении спорных вопросов, связанных с пересечением госграницы, граждане могут обратиться в пограничное управление по телефону доверия в Краснодаре. Номер телефона вы видите на экране. Зимний музыкальный марафон проходит в Зимнем театре. В субботу сочинцев ждет погружение в музыкальную новогоднюю сказку, которая начинается уже на входе в театр. Итак, волшебный праздник уже стучится в двери Зимнего театра. Здесь все готово к его встрече. Новогодние интерьеры, конечно же, главная театральная ель, украшенная необычными игрушками. Это авторские работы, они абсолютно разные, а изготовили их мастера из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Попали на елку только те игрушки, которые участвовали в конкурсе «Сочи. Елка. Волшебство». Он был организован и посвящен 80-летию сочинского Зимнего театра, поэтому все новогодние украшения на театральную тематику. Работ более 100. Представлены 16 территорий нашей страны, плюс Казахстан. Мы делали специально открытый всероссийский конкурс. От новогоднего настроения в фойе театра на сцену Зимнего, где первая репетиция сочинского симфонического оркестра с приглашенными солистами из Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга. Музыканты подарят зрителям незабываемые впечатления. Прозвучат произведения Прокофьева и Чайковского, в том числе оперы «Черевички». Она тоже посвящена Рождеству, теме Нового года. Она написана по очень известной повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», да, из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». И все персонажи гоголевские с потрясающей колоритностью гоголевского языка, с сочностью характеров оживут вот в этой прекрасной музыке и в Зимнем театре. Специально для концерта под названием «Зимний марафон» в Сочи пригласили солиста приморской сцены Марининского театра Алексея Кустяка. Он исполнит партию в Акулы. Кстати, встреча и с южным курортным городом, и сочинским зрителем для него первая. Города, к сожалению, я еще не видел, но я почувствовал потрясающий воздух. Вчера вечером все-таки вырвался немного к морю, потому что это великая сила природы, без нее невозможно жить. А мне, урожденному петербуржцу, у нас Балтийское море, оно холодное и спокойное, а черное, оно все-таки бурлящей энергией. Все сочинения, которые исполнят музыканты, связаны с зимой. Прозвучат также с субботним вечером первая симфония Чайковского «Зимние грезы» и сюита Сергея Прокофьева «Зимний костер» для хора мальчиков и симфонического оркестра. Елена Авсицин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Всемирно известный цирк Филатовых в Сочи. Артисты с мировыми именами привезли сочинцам новую сказочную историю. Сегодня состоялся предпремьерный показ, на котором побывала наша съемочная группа. Какой новогодний подарок ждет детей уже в эту субботу, расскажет Елена Авсицина. Сказочный новогодний спектакль артисты цирка традиционно подготовили для всей семьи. Интересно будет всем, и взрослым, и детям. Раз в год дрессировщики, флоуны, акробаты, эквилибристы превращаются в волшебных персонажей. Будет очень много животных, очень много различных персонажей. Будет целый сюжет, завернутый, так сказать, в одну общую историю. Сюжет раскрывать не будем, чтобы было, конечно же, интереснее. Поэтому всех-всех-всех хотим пригласить нам на премьеру. И, конечно же, будем ждать море-море аплодисментов. А они непременно будут, ведь цирк Филатова привез в Сочи самый главный новогодний подарок. Это новый аттракцион под названием «Медвежий цирк», аналогов которому нет в мире. В нем участвуют 15 бурых медведей. Кстати, Сочи животным понравился. Они быстро акклиматизировались. Теперь вот на арене катаются на роликах, велосипедах и даже мотоциклах. Кроме того, увидят зрителей экзотическую группу животных – лама, верблюды, а также аргентинские попугаи, которые под куполом цирка выполняют немыслимые трюки. Да и сами артисты с большим актерским мастерством перевоплощаются в животных. Зайчик такой маленький шалун, так скажем, который где-то бегает, прыгает, хулиганит немножко, но всегда всем хочет помочь. И, ну, вот такая вот немножко шкодная роль. Красочное и яркое новогоднее шоу со спецэффектами, удивительной красоты, нарядами поразит сочинскую детвору. Привезены тонны светового оборудования цирк Филатовых в Сочи покажет 22 грандиозных шоу. Представление длится более двух часов. Премьера новогодней сказки состоится уже в эту субботу в 16 часов. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Лосятина, хамона и перепелка с брусникой. Воронежский фермер привез в Сочи экологически чистые продукты. Компания позиционирует себя как домашнее фермерское хозяйство и производит сыры и колбасы. Компания Воронежский фермер – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство – колбасы, сосиски, сыр и сало. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое, тает во рту. С чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор – сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезка из лосятины и настоящий хамон. Все это можно найти на стенде воронежского фермера на выставке в Сочи. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции воронежского фермера притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Ознакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Новогодняя шкатулка» в павильоне у Нового Мурпорта с 13 по 16 декабря. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.